здравствуйте дорогие наши телезрители здравствуйте все кто хочет чуть поглубже узнать что такое джазовая музыка и как ее играют я с удовольствием представляю моих коллег которые сегодня со мной сергей васильев на контрабасе и давид кибучава на ударных это одни из ведущих российских джазовых музыкантов и одни из моих постоянных партнеров мы уже говорили в наших уроках про блюз и я произнес однажды слово блюзовый лад так вот мы сегодняшний урок посвятим тому что такое джазовые лады и начнем с блюзового лада и для начала я вам приведу маленькое маленькое сравнение вот представьте себе что вас взяли какие-нибудь старики хаттабычи вы родились в россии слушали с детства в опале березка стояла и первый концерт чайковского а вас взяли и забросили куда-нибудь в индию в горы где гитара фоне а там вместо полу полутона вот здесь видите тон полутон это вот так как мы слышим а горные люди в индии они слышат вдвое меньше гитара фоне это называется да вот так примерно так мало но для них это очень различим и вот вас туда забросили в этом прожили предположим 2-3 года и и пришел я и попросила теперь спойте мне индийскую народную горную песенку с гитара фоне у вас ничего не получится вы будете пытаться это делать но у вас по-другому устроен слух наш слух устроен так как мы выросли много сот лет назад шестеро пьяных бюргеров собираясь в мюнхенской пивной пели шестиголосные матеты а сейчас чтобы это сделать нужно закончить московскую консерваторию ну или какой-нибудь еще консерваторию и обладать очень хорошим слухом и знанием полифоне а тогда это было просто естественный это был просто естественный образ жизни и вот теперь представьте себе что чувствовали африканские рабы которых вытащили из африки где у них собственная музыка собственные лады и собственные ритмы вообще все свое посадили их в трюм ну и кое-кто не выжил а кое-кто выжил доехал до америки и тут на него обрушилась с одной стороны так называемая светская музыка польки и и и и и все ритмы которые как раз начинались на на 1 и 3 считали или а он вырос в пентатонике вот в такой но я так для примера и ритм совсем другой и вот именно в это положение попали африканские рабы когда их привезли в соединенные штаты церковная музыка светская музыка совершенно другое все но они не могли сразу этим овладеть это то что называется уши привыкли к одной природной среде музыкальной и не могли постигнуть сразу вторую и поэтому когда им на им набирали обыкновенный мажорный аккорд они накладывали на него свою минор ную пентатонику получалось вот именно это именно так образовалась первая блюзовая гамма в ней была третья пониженная ступень смотрите сюда внимательно друзья мои я играю до мажор в до мажоре третья ступень нота ми понижаем ее получаем ми бомоль седьмая ступень нота си понижаем ее получаем си бомоль и вот это и есть наша первая блюзовая гамма пентатоника минор позднее к этой блюзовой гамме добавилась еще одна пониженная ступень пятая понижена она пришла позже и в до мажоре пятая ступень у нас нота соль понижаем ее получаем соль бомоль и теперь мы получаем именно тот блюзовый лад который сформировался и который мы сейчас играем и так я называю прямо по нотам до си бомоль соль соль бомоль фа ми бомоль до в принципе этот лад очень просто определить три пониженных ступеней 7 5 3 хотите снизу вверх пожалуйста 3 5 7 в любом ряду 3 5 7 понижаем получаем минорное трезвучие на основе до мажора мы можем прямо с ним работать на основе мажора но дело в том что блюзовый лад он не мажорный и не минорный блюзовый лад обладает свойством надладовости я могу этот блюзовый лад играть в любой гармонии вот смотрите игра его в до игра его фа игра его в соль а обратно вернулся в до игра его в ля игра его в ре игра его фа игра его в фа диезе игра его в соль таким образом мы пришли к первой ступени понимание того что такое джазовые альтерации альтерации я уже в прошлом уроке по моему говорил или в позапрошлом это понижение или повышение ступеней альтерации в люблю за вам ладе это 7 5 и 3 пониженная а вот теперь мы поиграем блюз и я покажу вам как это звучит то же самое я делаю в аккордах смотрите например в до я беру аккорд вот у меня будет бас до что я взял за основу я взял до септак орд с пониженной седьмой ступенью с девятой ступенью повторяю эти ноты до ми соль сиба моль рэ добавил к ним шестую ступень ля получилось до ми соль сиба моль рэ ля теперь я убираю бас потому что сейчас серёжа за меня это все сыграет а я возьму только ми ля бы моль сиба моль и рэ сыграй пожалуйста бас до 3 чит не со мной 3 4 вот смотрите как это звучит то же самое фа я играю такой же точный аккорд 3 4 и вот теперь в этом в этом стиле например я буду играть в блюзе посмотрите как это получается без ударника 1 2 3 и 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 да что я сейчас делал я взял блюзовый лад я играл только ноты блюзового лада вот они до сиба моль соль соль бомоль фа ми бомоль до и вот из этого блюзового лада я составил мелодию и и я не стесняюсь ее повторить попробуем все вместе медленно просто чтобы и тот аккорд о котором я вам рассказал ми ля сиба моль ре то есть это до септ с секстой до доминан септ аккорд секстой раз два три и то же самое только ноты блюзового лад и 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 самое раз-два-три Я в ладу фа Обратно в до Лад соль Лад фа Лад до Лад до Лад соль Лад фа Какие ноты я при этом использовал? Я использовал только в основном ноты блюзового лада Лад соль Лад фа И лад до Заметьте себе, что альтерированные ноты этого лада, то есть пониженные ступени, могут сочетаться между собой, чем я и пользуюсь. Смотрите, что я делаю. Я беру пятую пониженную, седьмую пониженную, перевожу в мажор и обратно в блюзовый лад. Сочетание мажора и минора – это одно из самых популярных сочетаний в блюзовой музыке. Я беру минор, здесь мажор, ля бемоль до – это часть фа минора, си бемоль ре – это часть си бемоль мажора. Вот он. И я этим пользуюсь постоянно. Сочетание мажора и минора обязательно в традиционной блюзовой музыке используется очень часто. В старой, особенно в старой блюзовой музыке. Итак. Контрабас при переходах из тональности в тональность также пользуется понижением ступеней. Например, при переходе из до в фа он может пользоваться альтерированной ступенью соль бемоль. Почему? Потому что существует еще один лад, о котором мы сегодня поговорим. Он называется уменьшенный лад. Это очень важный лад в джазовой музыке. Состоит он из сочетания тона и полутона. Я думаю, друзья мои, что на сегодня мы закончим, потому что овладеть блюзовым ладом не так просто. Мой педагогический опыт показывает, что самое трудное в этом деле – это сочинить мелодию такую, чтобы она была красивой и естественной. И я думаю, что мы закончим сегодняшний урок каким-нибудь красивым блюзом. Си-джем-блюз. Си-джем-блюз. Почему бы нет? Красивые, естественные. Красивые. Красивые. Красивые, дорогая. Красивые, поиски, аром Tiguan. Красивые ворота. Илично. Красивые ворота. Красивые. Блюзовый лад Блюзовый лад Блюзовый лад Блюзовый лад Поэтому мы прямо на ходу придумали, как мы будем заканчивать этот блюз. Это будет у нас отдельный урок, что такое ансамблевая игра. Вот мне сейчас захотелось выйти из квадрата блюза. Я вышел, и мои коллеги сразу это поняли. Но для этого надо очень хорошо знать, что такое блюз, что такое стандарт и какие бывают джазовые окончания. Это тоже будет предметом отдельного урока. Я благодарю моих коллег Давида Ткибучаву, Сергея Васильева. И до следующей нашей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok